Доброе утро, дорогие друзья. Итак, четверг, недельный главы шмот. Вы знаете, вот кто читает новости, кто следит за ситуацией, понимает, что на наших глазах мир полностью меняется. На наших глазах происходит полное крушение старого мира. И как мы не смотрим ни вправо, ни влево, мы должны понять, что дальше жить так нельзя. Именно сегодня наступило время, когда надо начинать двигаться в духовных вопросах, то, что называется раскаянием. Мы не знаем, что будет завтра. Жизнь все больше подталкивает нас к тому, что и завтра само находится под вопросом. Больше нельзя просто сидеть и созерцать, что будет дальше. Каждый человек имеет ответственность за происходящее. Каждый должен сегодня в такой непростой ситуации, которая есть, внести какой-то хоть маленький свой вклад в развитие духовности. Послушать какой-то рассказ, почитать книгу, увеличить урок там. Что-то сделать хорошее, улыбнуться кому-то, помочь материально. Это надо делать немедленно и не теоретически. Надо наметить себе конкретные шаги. Я перестану там ругаться, буду тут улыбаться, с тем помирюсь. Количество занятий на один урок. Запишите это, иначе это не получится. Не надо бояться трудностей. И для того, что я кто я, что я всю жизнь жил не так. Наоборот. Тот, кто начал в сознательном возрасте стремиться к духовности, развивать свою связь с Творцом, и есть самый великий человек. Каких результатов он достиг? Не важно. Важно, что он великий, потому что он стал великим в своих поколениях. Потому что тот, кто родился в какой-то религиозной семье, с него другой спрос совсем. И надо учиться засовывать подальше свое «я». Рабин Нах из Ляховича говорил, что человек – это маленький мир. И если его «я» занимает весь мир, значит он человек маленький. А если он в своих глазах маленький, значит он настоящий целый мир. Я вам короткую историю расскажу. В нашей недельной главе есть такие слова «И был Всевышний с Йосифом». К Равину Галинскому как-то пришла супружеская фара. Люди, которые стали на религиозный путь в сознательном возрасте уже. И они решили получить благословение у Равина. И он им говорит, знаете, я вам тоже сначала расскажу рассказ. Сто лет назад учащийся «Ишивы» и «Слободки» познакомился с доброй и хорошей девушкой. Решили сделать помолвку. В зале собрались ученики «Ишивы», к одному из них обратился отец невесты. Ну что скажешь о моем будущем зяте? Парень оказался зависливым и говорит, что жених как жених, не лучше, не хуже. Отец забеспокоился, начал наводить справки и решил отменить эту свадьбу. Началась Первая мировая война, германские войска приближались. И Раби Натан Цви Финкель, известный как Саба и Слободки, это выдающийся духовный лидер, позвал к себе вот этого бывшего жениха, держит в руках письмо и говорит, что это написал отец невесты, после того, как свадьба расстроилась, у него прошли одни неприятности, все рушится. И вот он просит прощения о том, что происходит. Он решил попросить у тебя прощения, сказал Раб Финкель, согласно Галахе, ты не обязан его прощать, это твое личное дело. Молодой человек пожаловать причами и сказал, Всевышнего надо благодарить как за хорошее, так и за плохое. Когда я познакомился с будущей невестой, я поблагодарил Бога за нее. Когда расторглась помолка, я поблагодарил за это. И вдруг Натан Цви Финкель внезапно встает и говорит к нему, к этому участнику Ишивы, благослови меня. Что удивился тот? Благослови меня. В Талмуде сказано, что Всевышний прощает грехи тех, кто прощает про грешения других по отношению к нему. Таким образом, ты сейчас вообще чист от грехов, благослови меня. И вот Равин Галинский рассказал эту историю, он сказал, не я должен вас благословлять, а вы. Вы порвали с обычным образом жизни, который вели на протяжении многих лет. Вы взяли на себя какие-то новые духовные обязательства. А духовный уровень тех, кто раскаялся, Большуа, так называемый, недоступен самым большим праведникам. Поэтому вы меня должны благословлять. Вы знаете, нам кажется, что рая сейчас нет, все стремятся к раю. Но на самом деле говорят, что не человек был изгнан из рая, а рай был изгнан из человека, из сердца человека. Потому что он вот здесь. Вот здесь надо в рай. Сейчас в каждом телефоне уже есть домик. Посмотрите, как изменился мир. То хотели воду брать у колонки, сейчас вода из крана, канализационная система, автомобили. Нам общество изобилие. Но сделали они нас более счастливыми по отношению к нашим отцам хотя бы. Потому что если мы оглянемся вокруг, мы увидим бегущих, озабоченных, нервных людей. Может ищем не там. Давайте допустим, что все время искали не там. Давайте попробуем немножко найти в духовности. Ну попробовать хотя бы можно. Никто так не глух, как тот, кто не желает слушать. Это основа основ понимания. Все вокруг Бога, который с нами говорит. Надо только сесть и послушать. Послушать его внимательно. Вслушаться в тишину, вслушаться в разговоры. Вслушаться то, как он с нами разговаривает. Ну и, наверное, последнее. С точки зрения Кабалы, стремиться только к приобретению все большего количества денег, материальных ценностей, в надежде добиться счастья, это все равно, что мыть неисправный автомобиль в надежде, что тем самым удастся починить его двигатель. Брахавы от Слаха. Хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует...